Новости В этом году у нас ряд товарищей выиграли гранты, мы работаем с ними. Два товарища уже эти гранты. Подвижки есть. У нас колхоз имени Ленина, занимается калныцкая порода. Есть одно предприятие, это исправительное наказание. Они занимаются животноводством. Двигаемся в этом направлении. База для того, чтобы развить животноводство, она есть. Сегодня на территории Курского района реализуется крупный инвестиционный проект по строительству фруктохранилища, запуск которого позволит создать 150 рабочих мест. Обсудили на встрече и проблемные вопросы. Это и дефицит кадров в ряде сельсоветов, нехватка детских садов. Кроме того, отмечено, что сегодня необходимо остановить процесс ликвидации предприятий, из-за которого происходит массовое сокращение рабочих мест. Село вымирает сегодня. Село вымирает. Не надо как страусу голову под крыло. Или песок, говорят. Песок. Надо видеть, понимаешь. Надо это проблемы наши, они сегодня в стране, наверное, очень остро стоят. Правда, да? Мы должны это все с вами видеть. Поэтому спасибо, что вы живете там, что вы заражаетесь. А то, что мы говорим о проблемах, это нормальное явление, да? Нормальное явление. Не надо этого бояться. Речь зашла и о перспективах развития животноводства в районе. В 2016 году произведено 23 тысячи тонн молока и более 7,5 тысячи тонн мяса. Основными направлениями отрасли остаются овцеводство и скотоводство. Для наращивания поголовья овец в этом году район получил от правительства порядка 100 тысяч рублей. А также начинающим фермерам направлены средства для кредитования и поддержки семейных ферм. Действия госпрограмм дали положительный результат. Результат заметен сразу. В животноводстве наблюдается динамичный рост, набирают обороты производства баранины. Но, как отметили участники заседания, главным сдерживающим фактором развития мясного скотоводства остается отсутствие перерабатывающих предприятий. Развитие животноводства в Курском районе – это не просто вопрос производства продукции, это социальный вопрос. Что значит социальный вопрос? Это рабочие места. Учитывая ситуацию, что большая доля растеневодческих хозяйств и внедрение новой техники, новых технологий приводит к тому, что освобождаются рабочие места, и проблема именно рабочих мест стоит очень остро. Вот здесь как раз развитие животноводства может сыграть свою роль. В Курском районе проживает более 62 представителей национальности. Весь культурный колорит жителям и гостям Ставрополя показали на проспекте Октябрьской революции, где можно было не только посмотреть на яркие танцы и послушать народные песни, но и попробовать национальную кухню жителей Курского района.